Послание к Колоссянам, 2 глава, 6 стих. «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Одного человека, который ходил по разным церквям и никак не мог выбрать, какой ему присоединиться, спросили, почему он никак не может сделать выбор. Он ответил, «Очень трудно найти верующих среди верующих». Я, конечно, не согласна с его ответом, потому что искать нужно не верующих, а искать нужно Господа, искать нужно Бога. И, кстати, известный проповедник сказал, что если вы ищете совершенную церковь и все-таки найдете ее, то никогда в нее не вступайте, потому что она тут же перестанет быть совершенной. Но, с другой стороны, действительно, порой верующих среди верующих найти довольно сложно. И причина этого в том, как мне кажется, что после нашего обращения к Богу мы как-то расслабляемся. Вместо того, чтобы начать ходить в Нем, мы перефокусируем свое внимание опять на что-то другое. И враг этим пользуется и побуждает нас опять постепенно отвоевать права на себя, те права, которые мы добровольно отдали Господу, право на свою жизнь. Мы отвергли себя и сказали, Господи, Ты теперь хозяин, царь моей жизни. А после этого, не ходя с Богом, мы потихонечку теряем осознание Его ценности, осознание того, что Он для нас сделал. И воронка этого мира постепенно засасывает нас на прежние позиции. Согласитесь, дорогие, просто верить в Бога или же ходить с Богом – это понятия не одинаковые. Давайте вспомним Еноха, о котором написано, что он ходил с Богом. И он начал ходить с Богом только в определенном возрасте. До этого Енох жил, написано. Он рождал детей. И я думаю, что он верил в Бога, потому что он принадлежал к роду Сифа. Этот род уже был призывающий Бога. То есть это были верующие. Но в определенное время, достигнув какого-то возраста, Енох стал ходить с Богом. И позже написано, что и ходил Енох с Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. То есть понятия просто верить в Бога и ходить с Богом, они не одинаковые. Почему человек, уверовав во Христа, потом постепенно как-то отходит от него? Я как-то долгое время не могла сформулировать себе ответ на этот вопрос, хотя внутренне, как бы, понимала ответ. Но сейчас мне все больше и больше помогает в размышлениях об этом Евангелие от Иоанна, 6 глава, где описано, что многие из учеников Иисуса Христа, которые до этого слушали Его внимательно и верили в Него, верили Ему, вдруг перестали ходить с Ним. Когда это произошло? Это произошло после того, как Иисус сказал им такие слова «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою будет жить вечно». И Он тут же поясняет, что это значит. Он не оставляет их в неведении. Он говорит, что «Как Я живу Отцом, так и ядущий Меня жить будет Мною». Он объяснил, что значит «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою». Он ясно объяснил им, вполне доступно, что это значит жить Мною, позволять Мне управлять вашей жизнью. Вам нужно покоряться Мне, доверять Мне. И даже если вы согрешите, то исповедать ваши грехи, потому что кровь Иисуса Христа сильна очистить от всякого греха. Это и есть «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою». «Как Я живу Отцом, так и идущий Меня жить будет Мною». То есть вполне доступно, по-детски понятно. «Жить Христом – это и есть ходить с Ним». И услышав эти слова, написано «многие отошли и больше не ходили с Ним, да еще и упрекнули Его». Какие странные слова, кто это может слушать? Я уверена, что они прекрасно все поняли, только не согласились на этот путь. Они, видимо, внушили себе, мы продолжаем верить Богу, все хорошо, но они отошли с Ним и уже не ходили с Ним. Они не хотели ходить с Ним постоянно и, может, посчитали это даже абсурдным. Я думаю, что вот проблема многих из нас как раз в этом и состоит, когда верующие рассуждают, ну это уж слишком, а где это написано? А где мое свободное время? А где моя личная жизнь? Вопрос не идет об отдыхе. Нам всем нужно отдыхать и заботиться о своем здоровье, о своих временных житейских нуждах. Но ходить с Богом, ходить со Христом абсолютно не посягает на наши земные насущные нужды. Это вопрос нашей оценки Христа, вопрос нашей любви к Нему. Эти несчастные люди, вот из шестой главы Евангелия Теана, они просто не захотели понять ценность Христа. И самое ужасное, что они внушили себя, что они остались верующими. Равно и сейчас. И многие продолжают посещать церковь, совершать какие-то обряды и даже читать Библию, даже делать что-то для Бога. И им не хватает только одного, как Христос когда-то сказал одному человеку. Тебе одного не хватает. Они не ходят с Богом. Они обрастают домами, вещами, чем-то другим, надеются на что-то и поглощены больше вот этой временной жизнью. В то же время они верят в Бога. Но вот это нехождение с Богом, оно пагубно скажется на душах тех, которые перестают осознавать ценность хождения с Богом. В Библии написано, что во второй раз наш Господь явится не за верующими, а за ожидающими и желающими Его пришествия, то есть за теми, кто ходит с Богом. А вот как об этом написал известный проповедник Чарльз Спержин. Я зачитаю. Многие оставили Христа и больше уже не ходят с Ним. Но если у тебя, дорогой друг, хоть одна причина поступить так же, разве Иисус не доказал тебе, что Он может удовлетворить все твои нужды? С тех пор, как ты уверовал в Него в простоте сердца, разочаровал ли Он тебя хоть в чем-нибудь? Разве вплоть до этого дня ты не убеждался в том, что твой Господь был для тебя сочувствующим и щедрым другом, и разве твоя вера в Него не дала тебе такой покой, о котором могла только мечтать душа твоя? Можешь ли ты желать для себя лучшего друга, чем Христос? Тогда не отказывайся от надежного и испытанного защитника ради нового и неверного товарища. А сегодня? Что может тебя заставить отойти от Него сегодня? Когда этот мир притесняет нас, или когда мы подвергаемся еще более болезненным испытаниям внутри Церкви, самым благословенным местом, где мы можем преклонить наши головы, является грудь нашего Спасителя, к которой мы можем склониться в любое время дня и ночи. Мы спасены им. Это наша радость сегодня. А раз эта радость переполняет наши сердца, о, захотим ли мы другой? Кто станет менять золото на окалину? Кто хочет расстаться с Солнцем, пока не найдет Ему подходящую замену? Да не покинем мы нашего Господа, пока не появится любовь, превосходящая Его любовь. И так как это невозможно, мы держимся за Него прочной хваткой веры. Когда мы больны, только Он может исцелить нас. когда мы бедны, только Он может обогатить нас. И тогда на смертном одре нас поднимут и поддержат эти замечательные Божьи слова. И тогда даже на смертном одре нас поднимут и поддержат эти чудесные Божьи обещания. Ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем. И это истина так. И это исполнится. Это состоится, возлюбленные, если мы не просто верим в Бога, но и ходим с Ним неразлучно. Не расставайтесь со Христом ни на мгновение и пребывайте только в Нем с благоговением. Не сможет дьявол сделать вред, когда мы в Боге, но если в сердце спрятан грех, враг на пороге, не сможем победить его Своею силой, но если в нас Господь живет, Он пересилит. Когда мы смотрим на Христа, нам все возможно. Кому Бог Господином стал, тому поможет. Христова Ига благо нам, когда смиримся. Он понесет всю тяжесть Сам, воздаст старицей. Кто все возложит на Христа, тех Бог спасает, познание Его Креста освобождает. Себя поставив ни во что, Христа прославим. Кто этот узкий путь нашел, свободным станет. Не только от вины за грех, от я тиранства. Лишь в смерти для себя секрет. Жизнь не напрасно. Всем сердцем к Богу воспарим в молитве Духа. И пусть любовь к Нему горит, к себе потухнет. Не расставайтесь со Христом, с собой расстаньтесь. Прибудьте каждый миг лишь в Нем, и в Нем останьтесь. Я хочу быть твоим, мой Сус дорогой, я хочу в чистой проводить свои дни, я хочу поменять и ночной порой твое дожитать милее груди. Я хочу быть твоим твое дожитать день и ночь, день и ночь. Я хочу, чтобы сердце твоих не строг, каждом стуке с твоим разновляло тебя. Я хочу, чтобы каждый почувствовать Бог, как тебе благодарен, что любишь меня. Я хочу быть твоим, твоим дожитам, пыль, гад ни ночь, нить ночь. Я хочу, чтобы мудрик, гад лодки сиял, перед твое духовным сердечно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok